Сегодня мы приехали в Гуамское ущелье. Мы были здесь весной. Нам очень понравилось. Хотим посмотреть, как это всё выглядит летом. Там дальше на паровозик. На подходе к паровозику всё стандартно. Торговые рядочки. С всякими вкусняшками. Форелька копчёная. В чём форель? Форель в какую цену? Форелька маленькая рублей 600 вытягивает. Большая рублей 800. А килограмм сколько получается? Полз 3000 у нас килограмм. Сегодня покоптили свеженькая. Такие баночки. Это мёд с сухофруктами. Не с сухофруктами, а с орехами, инжиром. Кедровая орешечка. Чурчхела. О чём чурчхела? По 100 рублей. Кусто или кусто? 100 рублей. Чурчхела 100 рублей. Без шляпок. Сейчас... А, это не меня зовут. Сувенирчики. Чи. Кружки. Тапки. Тёплые тапки. Шубы. Тёплые носочки. Надеюсь, я не помню. По-моему, это отель. Дорогу делают. Куда она ведёт? Непонятно. Ладно, сейчас перейдём. И поедем сегодня. Опять прокатимся на паровозике. Вон там, короче, фоткаются с орлами. Фото стоит 600 рублей. Они, короче, приставучие. Такие же, как эти. Как... Аниматоры. Пони. Как пони. На Покровке, на морях. Короче, вот такие же приставучие. Нас встречает вот такая вывеска. Добро пожаловать в Гламское ущелье. В общем, на паровозик мы не попали. Потому что время 2 часа. А ближайший рейс на 16.30. Раньше мест нет. Уже всё раскуплено. В принципе, стоило ожидать. Сегодня выходные. Народу много. Вот. Поэтому мы сейчас немножко пройдёмся. Здесь погуляем. Вот на ту сторону. Там есть мостик. Вот. Перейдём на ту сторону. И прогуляемся вдоль речки. Ну вот, мы спустились к речке Курджипс. Она, конечно, не такая, как весной. Весной здесь было просто. Такой разлив. Такое сильное течение было. Вот такой вот мостик. Меня прям преследуют. Подвесные мосты. Которые сюда кучи качаются. Блин. Ну-ка сделаем фоточку. Очень красиво. Ой, блин. Вот меня мотает. Конечно, конкретно. Да ёпперс это. Реально качается. Блин, ещё хлеще, чем тот, по которому мы шли. Фух. У меня, по-моему, появилась новая фобия. Боязнь мостов, блин. Посмотрите, какое дерево. Оно просто огромнейшее. Не знаю. Но необъятное. Моя ладошка вообще по сравнению с этим деревом. Блин. Не знаю, что подставить для сравнения. Мы спустились к воде с другой стороны. Конечно, весной здесь разлив был такой, что прям вообще страшно. Было страшно красиво. Сейчас воды местами вот так вот не очень много. Но красиво. Просто очень красиво. Надо пикничок-то нам... Пикничок-то нам надо было здесь устраивать. Потому что мы взяли с собой еды, воды. Ну ладно, в следующий раз будем знать. Продолжение следует...